добрый день дорогие друзья хотел показать вам кран который я купил в магазине леруа мерлен запомните его внимательно выглядит он таким образом купил я их штук 6 наверно вот в чем особенность этого крана особенность в том что меньше чем через год два из них вышли из строя причем вышли из строя по аварийному признаку то есть сейчас наглядно покажу к сожалению у меня только один остался экран 2 не могу найти пока собрался снимать видео вот второй вышел из строя первый кран не нашел но причина аналогичная то есть вот бушный кран часто бывает там некачественный сплав например вот я помню предыдущие когда поломки кранов были они лопались например по резьбе может крошилась сама резьба когда откручиваешь или закручиваешь вот вот ну может сифонилась там вот здесь лопался металл вот но то есть это пол беды это в основном связано было с механическим воздействием когда мы откручивали когда закручивали вот а в данном случае вот этот кран он пришел в негодность когда им вообще его вообще не трогали то есть что один что второй то есть он находился в режиме в открытом режиме вот его никто не использовал в плане того что не крутил барашек ничего вот он в таком режиме был открытый вот и произошло два аварийных случая за год вот с этими кранами в чем они заключались вот так визуально вроде все целое все ровно и заключалась вот в чем то есть вот таким образом выскочил барашек вылетел просто ни с того ни с сего благо я находился это произошло у меня дома то есть я находился дома барашек выскочил и отсюда стал фонтан воды на стену бить довольно таки большой напор был вот я среагировал быстро перекрыл воду вот но если бы нас не было дома конечно все бы затопило вот но несмотря на это все равно там пришлось просушивать это мансардный этаж был просушивали доски на полу то есть залила пока до подвала добежал залила прилично таким образом получается вот здесь видно что сам барашек он практически ни на чем не держался то есть обломился и причем их первым и во втором случае вот таким образом два крана вышли из строя то есть в первом случае этот барашек выстрелил во втором случае он просто упал и отсюда так не сильно сочилась вода буквально капала непонятно почему 2 2 таких момента по-разному среагировали в одном случае фонтандровом случае капала в любом случае вода текла то есть если это бы находилась где-нибудь на объекте который мы делаем то конечно мы бы попали я так думаю потому что ну конечно можно доказать что некачественный кран вот но здесь есть нюансы может быть мы сами как говорится скрутили его но и в первом во втором случае мы не пользовались вообще кранами вот как я поставил смеситель закрутил шланг все в таком положении находилась я больше не не менял кран не закрывал не открывал то есть вот он как в таком состоянии находился все и в таком же состоянии барашек и вылетел то есть никакого воздействия не было что я не крутил туда-сюда вот поэтому я считаю что это вещь бракованная причем она бракованная не то что там попалась мне вот как я повторяю что два раза у меня вышла из строя то есть не то что мне попался какой-то бракованный вот я купил у меня еще есть такие вот новые но я уже боюсь их ставить все уже я не буду ставить даже у себя дома потому что вот у меня за год даже меньше чем год два случая произошло аварии таких кранов вот из-за чего это может быть одно могу сказать что у меня это на горячей воде все было то есть возможно как-то реагирует вот этот сплав не назвать его металлом что как-то от воздействия горячей холодной воды здесь происходило то есть как-то металл начинал плохо себя вести в конечном итоге сломался потому что это только на горячей воде было то есть пользовались горячей водой но барашек не трогали и со временем пришел на негодность на холодной воде пока еще краны стоят но я думаю все таки снять от греха подальше вот поэтому если вы увидите вот такие вот краны именно вот с зелеными барашками стоят они недорого порядка 100 рублей там с небольшими на что я и купился но я не советую лучше переплатить и вот как раньше вот такие были с красным барашком не знаю чем они отличаются но зеленый барашка себя зарекомендовал лучше не берите вот принципе такое предостережение может кто-то еще не сделал такой опрометчивый шаг если сделали то обязательно поменяйте эти краны чтобы не сделать ошибки чтобы не затопить соседей вот чтобы не испортить все принципе все что хотел сказать